подожди сейчас и меня будешь записывать видео сидишь монтировать и до суле пришли в свою компанию отметить наступающие 8 марта сегодня седьмое число вот потому что завтра мы будем семьями отмечать в общем мы в шоке от того что здесь как раз про хочет раз новое меню у них чему только нет в общем дашка пока меня ждала лучше выпила что-то там полет поела погрызло не шарики стоят на пьемся и читать будем безудержное веселье для короче дальше обрепиховый шотик в общем ребят у нас это мы с вами прощаемся мне кажется нас уже скоро не будет будем этот уйдем в запой все секс наступающим девчонки части здоровья и любви самые главные все остальное пускай ваши мужики зарабатывают вам покупают и делаю это все для вас все всех наступающим но мы будем этот еще такие штучки заказали по ним врач мы объедаемся отпеваете только пьем еще да еще и сделала сегодня нюху не значит освещение здесь короче освещение ужасные ничего не видно не показать мой красивый маникюр переливается очень на одной руке вот так а на второй руке вот так светленький я хочу подарить тебе все цветы мира будет желтый тюльпан как символ нашей дружбы желтый раз желание типа расставания сладок расставания ладно ставим здесь пускай расстанется с этим заведением мне принесли стакан водки пить так пить на самом деле шучу это будет вкусный коктейльчик с мартини и ежевикой и водкой ну конечно и водкой да принесли еду на самом деле это не огромная пицца как вам может показаться на всего лишь пить ладошечку этапа не не маленькие пиццы таки женщина не помешал коктейли тебе это в догонку такой аферитивчик шотик шотик бахнул а у несколько хочу поцелу того шарика выбирала на видео красиво смотрелось гармоничный не называется мать ладошки и горки вот выпила в альпийских горках оказалось все понятно почтевки погнали праздник продолжается очередная матильда мы еще ничего почти съели почти чуть-чуть вернули две пиццы до 1 коктейлю который только дождался корпоративка удалось мы сейчас дальше сидим и это ты и ржом я говорю что у нас город корпоративы можно просто реально блин сколько у нас в дофигище до нас сегодня как против блогеров а потом мы сделаем корпоратив видимо потом мы сделали к оператив не состоявшихся кинологов потом к оператив парикмахеров блин мне влазим в outsider какие большие него же корпоратив людей которые раньше делали ободки до корпоратив мэйда prince înt веках мой нике рист а потом будет корпоратив у нас корпоратива корпоратив колористов корпоратив колористов корпоратив алкашейском против трезвенников это все про нас Корпоратив кочевых цыганей Корпоратив бездомных людей Корпоратив тех, у кого есть дом Корпоратив тот, кто ездил в Сочи Корпоратив тот, кто приехал в Сочи Корпоратив тех, кто постоянно возвращается А еще у нас может быть корпоратив тех, кто уходит Но обещает вернуться Поэтому у нас вариантов много, нам нужно праздновать до Нового года Корпоратив разведенок корпоратив неразведёнок женатых очень у нас вариантов много там у кого-то тоже корпоратив разведёнок так что и ребята присоединяйтесь ваши варианты корпоративов пишите в комментариях приехал нить маслом в машинке смотрите как все магазинчик такой весь масса стоит в канистрах но и не в таких не в бочках его обычный массов в канистрах и там моя грязнука стоит сейчас поменяем и поедем сегодня с дашей у нас открылся белый рынок на северо-западе поедем посмотрим что там масса поменяла сейчас еду заберу дашу вот мне сегодня вообще такой этот квест какой-то был во первых сил аккумулятор пока мы были в сочи отдыхали мне сил аккумулятор я сейчас выход вышла из дома стас поехала на работу я блин давай быстрее короче думаю что делать что делать подъезжают мужики вам помочь и глюда помогите останавливается еще одна машина девушка давайте я вам тоже помогу игру как бы хватит все в общем помогли мне ладно машину запустила поехала думаю надо на ней прокатиться чтобы аккумулятор зарядился в итоге пока я ездила каталась уехала за город и меня остановили полицейские где девушка у вас фары не горят номера грязные я начала объяснять что так и так аккумулятор разрядился фары из-за этого не включаю короче с горем пополам отмазалась меня отпустили вот и съездила сейчас поменяла масло в машине потому что уже надо было движки менять масло вот сейчас еду в общем за дашей вот потом поедем с ней на белый рынок у нас белый рынок есть в центре города что такое белый рынок это супер крутой фудпорт где необычные там всякие макдональдс и да а прям вкусная еда с разных миров с разных миров говорится уже с разных стран мира вот поэтому мы всегда ездим там белый рынок там и хачапури вкусные кушаем как бы и каким там сумок и еще что-нибудь так 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 на перестроиться вот тут в общем открылись они дали объявление что они открылись на северо-западе в рк елки вот поэтому мы решили съездить дашки говорю давай съездим посмотрим что там в елках потому что мне вот в центре очень нравится белый рынок прям крутой интересно что там сделали в елку потому что сами организаторы писали в instagram у себя о том что там будет немножко по-другому все сделано не так как в центре вот мне очень интересно что там поэтому мы поедем туда вот у нас погода теплая весенние вот прям реально очень тепло прям клёво но не так что в кофтах ходить этой машине розетта я сижу то есть в куртке как бы в шапочке в тоненькой прям и прям идеально но единственный огромный минус везде грязище везде все тает вместе с асфальтом прям жесть яма на яме вот и очень очень грязно здесь еще трамвайной пути как бы здесь в центре то посуши а вот если ехать по другим улочкам то там капец просто так что ребята оставайтесь с нами покажу вам куда мы сегодня поедем с дашей кто просил экскурсию по челябинской не знаю что он здесь показывать но обычный город как везде как бы обычный город миллионник это вот улица ленина у нас центр алая поле сейчас проезжаем так едем там вот администрация серенькой впереди прям я не знаю я не могу вам пальцем тыкать показывать где чего находится потому что я за рулем в одной руке телефон в другой другой руль вот это вот серое здание сейчас это публичная библиотека такой розоватая сейчас будем проезжать административное здание главную пешеходную улицу вот это административное вот это серое так в общем это главная улица челябинска паспект ленина еще видите еще машины все грязные как бы окно закидывает постоянно ну давайте езжайте мальчики а это площадь революции сейчас будет вот обратите внимание там дядюшка ленин стоит дедушка ленин дядюшка может и дядюшка так что ну куда ты лезешь а там пешеходная улица главное кежевка да не мне сюда вот в общем ребят экскурсия какая-то такая смутная у меня немножко в общем это главная площадь города челябинска выглядит вот так через грязное окно все видно а я еду на другой конец города на чтс то есть мы с дашкой живем на разных концах города оля кстати недалеко от даши живет в чурилово а я живу на другом конце города на северо-западе это наш древний магазин детский мир вот это находится и знаете это но не сетевой ничего знаете со времен ссср здесь находится вот и я запомню что даже было судебное какое-то разбирательство по поводу того что обычный детский мир который сейчас везде в каждом городе есть судились нашим детским миром за название представляете потому что якобы тот детский мир который везде сейчас есть они запатентовали по моему название и в общем они судились не за чем дело закончилось но наш детский мир челябинский ну что ты блин какие не все вот знаете мне прям бесит когда этот у тебя поворот налево стоит ну как бы знак до что только налево и они все едут прямо принц этого ряда прямо раздражает вообще есть в общем и я не знаю чем закончилась но детский мир так и называется детский мир видимо договорились может бабла там отвалили вот так что и не знаю как 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 они там договорились но по крайней мере название осталось потому что детский мир это прям у нас даже остановка так называется детский мир то есть как бы для челябинск это такой легендарный магазин очень дорогущий я не знаю там там просто за облачные всегда цены были не знаю потому что покупают детям но вот до сих пор работает этот магазинчик так и мы плавно сейчас почти из центра выехали в чтз у нас между прочим по челябинску прямо между центром и чтз проходит граница сибири и урала так что вот я сейчас живу на урале адашка живет в сибири представляете вот такая вот тоже есть фишка у нас про меридиан там проходит это отель видков самый такой крутой у нас и вот получается свадьба мечты и в общем за этим мостом как раз меридиан здесь походите за этим мостом там даже есть где-то стела меридиан урал и сибирь я не знаю уже задолбалась окно это мыть короче пока еду то что закидывает войну не радует что солнышко хотя бы на улице все меня прям этот вдохновляет я думаю еще чуть-чуть еще чуть-чуть и летом пока на каждом светофоре стоит буду вам что-нибудь интересное рассказывать в общем я удалила свою страницу вконтакте потому что она меня задолбала я не знаю мне уже и тысячу лет как бы этой странице я не знаю почему мне просто что тут перебесила я взяла ее удалила и если честно восстанавливать даже ее не хочется у меня осталась одна моя рабочая страница называется не нашим вот на ту страницу на старую на нину шахову я никого не добавляла вот у меня там чисто так ну мои только самые такие были друзья близкие а вот эту страницу которая второй час новую создала не нашу туда и добавляю всех в подписчики вот поэтому если хотите добавляйтесь на нее вот единственное что не всем конечно не отвечать потому что если я буду отвечать всем сообщениям мне просто не хватит времени на комментарии я там буду отвечать всегда постоянно поэтому если вдруг у вас нет инстаграм можете заходить туда в страницу во вконтакте и я вам там буду отвечать и общаться с вами там также там все новости по проектам и какие-то просто новости из жизни из моей что он не новенького все туда публикуем так что добавляйтесь так 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 ну все все светофор собрать сейчас вам покажу какие настреливаться в челябинске наверно как везде вот такие вот троллейбус у нас челябинске у всех вот такие чистые машины у меня номер как короче не видно вот как заднее стекло у мужчины на машине или женщины не знаю кто там почему так вот темные просто закидан номер думаю сейчас не знаю мне даже протереть его понимаете нечем и есть тряпка в машине не так жалко и такая которая стекла протирать не ее жалко для того чтобы помыть номер вот и вода есть не значит найдем наверно с дашкой помоем номера мне хотя бы протрем потому что не вижу смысла в такую грязь и машину быть или может заедем на мойку просто грязь хотя бы забить потому что это жесть мне просто жалко мыть машину чтобы через две минуты она была черная все съехала с проспекта ленина и началась же пень на дорогах уже через такие огромные лужи проехал все раздолблено прям жесть не знаю весь асфальт вообще весь по полу это просто капец какой-то я не знаю будут дороги делать или нет в челябинске но это ужас после сочи после идеально ровных дорог не это просто капец посмотрите что творится и везде вот такая вот грязь и лужи я вообще стараюсь как бы притормаживать перед людьми когда они стоят чтобы никого не обрызгать а меня бесит когда знаете особенно по дворам гонят с другой скоростью машины и постоянно брызгают людей грязище такой мне прям вообще не знаю я как-то лояльно к этому отношусь и стараюсь аккуратненько ездить рядом с людьми так не будем торопиться чтобы поболтать с вами на светофоре встать это я уже выезжаю сейчас улица танкистов вот так будет и совсем недалеко уже отсюда живет даже оля живет дальше ехать на ленина а еще главное это новость самое то главное я вам не рассказал общем а то очень такое популярное издательство предложили мне написать книгу я безумно этому рада конечно блин сказали все вам не рассказывать вот говорит так можете вкратце рассказать в общем кто помнит у меня раньше была страница на дзен где я писала истории своей жизни так вот это издательство очень заинтересовалась моими историями им понравилось как я пишу конечно как многие писали там дофига у меня ошибок но не горит это все фигня потому что горит нам самое главное ему горит все за вас исправим все сделаем вот но не суть в общем а им понравилось как я пишу и рассказываю о своей жизни и они мне предложили написать книгу и издатель естественно за гонорар поэтому они попросили мне как бы предоплату мне оставили уже и подписали договор и они попросили цену страницу мои удалить чтобы эти истории вошли в книгу в общем чтобы раньше времени никто особо и не читал я так рада так рада так что ребята ждите это конечно очень долгий труд потому что писать знаете просто там какие-то любовные рассказы сочинять или еще что то это мне кажется легко описать про свою жизнь охота прям все до мельчайших подробностей рассказывать чтобы как можно больше больше народу было интересно это все читать вот поэтому ребята я безумно рада так что ждите я думаю что в течение года мы это все закончим и книга получится очень интересная и я надеюсь что вы прочтете и и вот приобретете я думаю что кусочек моей жизни будет рядом с вами может для кого-то это будет как как сказать как план к действиям для кого-то это будет как делать нельзя прочитают в общем мне будет очень важно ваше мнение узнать услышать по этому поводу потом когда книга выйдет поэтому ребята надеюсь что вам понравится не знаю очень сильно волнуюсь вот но пока я начинаю писать эти истории которые были на цену я все написала как бы старалась максимально раскрыть их темы эти все из своей жизни вот но все равно здесь я буду их тоже писать и буду поподробнее уже рассказывать обо всем до мелочайших до мельчайших подробностей так что интриги скандалы расследования показать все что скрыто запах женщины моей я хочу остаться с ней с ней до конца ее дней притя кто тут ресницы надевал то господи но все но все по мужикам сто процентов по мужикам конечно я ответе без ресниц потому что не по мужикам на бойка сенсация сенсация у матрешки отпала капец но все это ты оставь и тупой все ребята что делать давайте голосовать что делать завтра выйдет видео вы нам это она не выйдет с машины пока вы не решите что ли сушену ресниц это ё-моё это же веера пахала какие-то я думаю че мне сквозняком тут подуло это дашка маргарита мужик мужиков мужиков цеплять эти в инстаграме цена чтобы чтобы что мне это та подружка моя мне говорит я думала титьки делают чтобы мужиков цеплять а оказывается ресницы 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 я думал мозги надо иметь вашего мужиков цеплять пошла такая мужики о ресницы и вы когда давай цепляться цепляться зарезать на каждом глазу по 5 мужичков висит поэтому они такие длинные наращиваются чтобы смогли ущип ущипнуть поехали мы едем ням нямать как всегда как всегда ничего не можете можете выключать мы дальше дальше банка начинает никакой новой информации а мы уже доехали с дашей до белого рынка в общем здесь вот такая вот атмосферка и такая у нас у нас без алкогольная вы за рулем не этот не смотрите да очень вкусная между прочим там причем всякие разные сорта с разных стран мира вот решили взять попробовать и ждем нашу еду заказали ждем когда у нас пропищит чтобы пойти и забрать поесть закуси 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 долго готовят вообще как бы здесь белый рынок нам не очень нравится там более атмосферно что ли да тут там больше всего там вообще само по себе как-то место заходишь прям классно как-то там все такое движ какой-то все готовится выше а тут так зайти поесть перекусить и не уйти если думать ну типа да как в обычную гордость кинуть зашел поесть поэтому как бы это здесь очень классная табличка и сейчас вам ее покажу если вы с этим согласны ставьте лайк если не согласны ставьте лайк нет любви более из чем любовь что же это за вкуснота то такая у меня сублок разборный у даша какая-то штука и не знаю как называется боже мой как это все пахнет как это аппетит на это все еще сознание потеряю надо быстрее есть всем приятного аппетита и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...